Первый вопрос. Если тело вращает на нити, то на нее будет действовать центробежная сила, направленная от центра вращения. Можете почувствовать, если будете раскручивать рукой и сможете измерить, прикрепив динамометр между телом и нитью. В чем же здесь не ответ, почему Луна не падает на землю? Вот сейчас прям в ролике отвечали Сергею на этот вопрос, потому что нить это не силовой аналог, она не повторяет вот эту связь. У нас центробежная сила и сила тяготения, они меняются по единицам на R и единицам на R квадрат. Они у нас с расстоянием ослабевают, то есть это надо либо заменить на некий аналог даже не резинки, а жвачки, либо такую сопельку взять и попробовать на ней покрутить. И так поймете, что это невозможно. Как только мы нити придадим реальные свойства, то есть такой разжеванной жвачки, то у нас никакого равновесия уже не будет, тело сойдет с орбиты. Никто не ощутил бесконечность. Бесконечность не ощутил никто. Этот вот сладкий тезис у нас Виктор Садонич и объявлял, что бесконечность никто не ощутил, не пощупал. Давайте прямо сейчас вот для этих людей интеллектуально замкнутых покажем, как ощутить бесконечность. Давайте возьмем бесконечность за середину. Вот у нас туда и туда, это бесконечность, это прямая. Вот берем ее за середину и ощущаем бесконечность. Все нормально, вот это бесконечность. Пространственная протяженность, это бесконечность. Она вправо бесконечная, влево. Теперь давайте за конец бесконечность ощутим. Возьмем эту прямую пополам, разрежем, да, у нас останется один конец, да, это будет луч. Вот мы луч взяли, бесконечность взяли за край. Вот такой вот потрясли лучом, да, вот луч уходит туда. То есть мы бесконечность и за середину потрогали, и за край. То есть бесконечность ощутил ее кто-то, вот мы ее реально ощутили. А из-за того, что кто-то не ощутил, ничего от этого не меняется. Бесконечность это по-прежнему реальный объект, свойства его вполне понятны, реальны, доступны к осмыслению. Так вот, очень интересно. Сейчас один ролик включим. Российский академик Евгений Александров заявлял, что теоретически такой лазер можно было бы сотворить, но при условии использования очень трудных и громоздких решений. Он сомневался, что удастся смастерить, тем более принять на вооружение пересвет. Ему поддакивали и другие видные ученые. Так, вот смотрите. Российский академик Александров Евгений, речь идет о нем, Борисович, да, сомневался там, палки в колеса ставил, отговаривал. Кто такой Александров? Это вот товарищ, который у нас возглавляет вот эту несанкционированную, про-британскую комиссию по борьбе со лженаукой. Это вот инвазия чужих инструментов в нашей стране. И вот, пожалуйста, вот конкретный материал, который показывает, что вот эти вот товарищи, которые нам не товарищи, даже в вооружение свой нос суют и ставят палкой в колеса. Сколько раз высоколобые светила приговаривали его к смерти. Российский академик Евгений Александров заявлял, что теоретически такой лазер можно было бы сотворить. Вот вредители, вот это вот не просто, да, какие-то там теоретические построения, они там где-то путают, что-то мешают, они даже лезут в практическую отрасль, да, и вот это свое гнойное влияние распространяет. Это вредители. Просто хорошо знаете это и помните, вот этим нехорошим людям в нашей науке образования не должно быть вообще никакого места, они должны быть все максимально изгнаны, удалены. Ну, гады, сволочи, вредители, нет слов. Вот напишу себе шифровку, в надежде, что потом я пойму, вот физические свойства на удалении определяются пространством. И дальше ответ, который я должен вспомнить, 1р или 1п, что я должен вспомнить с этим, хорошая какая-то, 1р, что это можно делать? Кто поймет и расшифрует, тому мы отправим книгу. Первые 10 или 100 шагов Виктора, если он глава Северной Кореи или иного общества, находящегося в изоляции врагов, каковы. Ну, тут про изоляцию, как бы, это одно, там, вполне понятное действие. Вот если ты глава Северной Кореи, ну, там проблема, там лютое горе, когда идеология настолько негуманно обходится с обществом, что превращает их, ну, реально, в рабов идеологии, это такая даже не монархия, получается, там, в результате, ну, там, что, три поколения вождей, передача власти по наследству, это монархия, да, как бы, как ее не называть, фактически это монархия, скованы они идеологией коммунизма, коммуняшества, это вот идеология, поставленная британцами для того, чтобы превращать государство в отсталое государство. Как вывести Корею из этого всего? Ну, это, получается, только желание владыки корейского. Вот если вы владыка, да, то вам надо. Но устурчивая группа у вас есть, выделить из нее совсем уже такое верное ядро и начать подготовку к частичному НЭПу страны. Новая экономическая политика. Нарезать по максимуму все вот эти участки, которые свободные есть по земле, сформировать, класс, нарезать, ну, суток по 20, там, в Корее, с землей, как бы, проблемы, ну, просто резать большие куски, чтобы земля обрабатывалась уже на другом принципе, на частном принципе обрабатывалась. Когда земля будет обрабатываться на частном принципе, появятся, ну, роски частной собственности. И двигаясь этим путем, уже развиваться. Дальше для этого всего нужен какой-то длительный период. Дальше, ну, опираясь на сотрудничество, получается, не все же враги там, с друзьями, с Китаем, с друзьями, с Россией, думать и решать о технологическом каком-то прорыве. Связываться договорами безопасности с этими государствами, чтобы высвободить силы, скованные на армейский аппарат. Корея скована, скована, потратая ресурсов всей страны на вооружение. Вот вся страна, все свои средства, большинство своих средств тратит на поддержание армии. Это очень большая нагрузка. Решать экономические проблемы таким образом и переходить вот на общество справедливого предпринимательства, я бы так это назвал. Справедливое предпринимательство. Ну, возможно оно или нет? Возможно. Почему надо сразу превращать любую частную собственность, общество с частной собственностью злой империализмом. Сделайте механизм, законодательно закрепите эти механизмы, чтобы ваше общество никогда не стало злым империализмом. Вот и все. Когда вы записывали пояснительный ролик по поводу вектора перемещения, наверняка заметили, цитируя Википедию, там действительно указано перемещение, это изменение положения физического тела в пространстве, с течением времени. Но оно один хрен измеряется в метрах. Отсюда следует, что данное определение термина указано с существенной ошибкой. Причина ошибки может быть разная. Писал дятел, безграмотный чел, либо это сделано специально. Причем в английской версии Вики про время не указано. Немного поковырявшись в вопросе, обнаружил, что формулировка перемещения, изменение положения физического тела с течением времени есть только в русской и белорусской версиях Википедии. На других языках, даже на украинском, ничего подобного нет. Проверил вышеназванные сербско-хорватскую, итальянскую, французскую. Плюс. На других языковых знаний не хватило, к сожалению. Возможно, этот факт стоит перепроверить с переводчиком, и озвучить где-то в очередном объяснительном ролике. То есть практически вот эта концепция возможно подтверждается, что только для стран третьего мира и для скотских стран в нашу физику внедряется вот эта вот бредятина всякая. Но возможно, это второй сценарий, что кроме этого наши энтузиасты-балбесы впереди планеты всей скачут оглашенно и ломают устоявшуюся выверенную физику, то, что еще осталось, наляпивают на него слои свежей грязи и таким образом воплощают плохое дело в мир. Гемоцид Казаков Лениному документы якобы это подтверждающее. Это историческая фальсификация. Красный террор начался в ответ на белый террор. Это факт. Бух ты мой. Ну какая фальсификация? Столько материалов. Съездом, по постановлениям. Это не историческая фальсификация. Почитайте полное собрание сочинений Ленина. Это что, фальсификация? Там есть эти материалы. Просто ознакомьтесь хотя бы. Ознакомьтесь с фактологией. Это невозможно поделать. Дальше. Красный террор начался в ответ на белый террор. Вот была белая страна. Никого не терроризировал. Пришли красные балбесы, да? И на террор. Нафиг вы пришли? Вас кто-то звал? В ответ на белый террор. Красный террор. Это наглость, которую выворачивают и ссылаются на белый террор. Мы ответили на красный террор. Кто вас звал дебилов с оружием? Вы дебилы с оружием, которые решили поубивать часть своего населения ради светлого будущего. Вот реально, вот против вас надо, против таких радикальных течений надо на законодательном уровне разрешить 2000 расстрелов в год. Чтобы самых одиозных фанатов, террористов и так далее, коммунистических, которые рвутся, или некоммунистических, под любой идеологией рвущейся к власти, чтобы МВД знало, что им можно расстрелять какое-то количество политических человек, чтобы не ломали страну. Не обязательно, что они будут это делать. Они не будут. Но когда такая мера есть, когда разрешение на отстрел бешеных, ломающих страну, то государство живет более-менее спокойно. И если бы на заре этих всех гражданских войн и революций было расстреляно 2000 человек постепенно, да, показательно, не пришлось бы нескольким миллионам наших людей погибать ни за что, вот за бредовые ваши идеи. Поэтому для экстренных мер, для экстренных времен, таких экстремальных, нужна возможность экстренных мер. В этом плане смертная казнь, она необходима как инструмент успокаивающий. Это вот именно штаты располагают смертную казнь, без проблем. Россия не должна, страны-халупы не должны располагать возможностью применения средней этой меры смертной казни. Применение смертной казни. Вот это вот то, что сделали, это внешняя инвазия, это специально нашу страну вот так взбодрили. смертная казнь должна быть и возможность ее применять должна быть. Продажные люди, если они продажные, ну вот как, человек продался внешнему режиму, чтобы разваливать свою собственную страну, он получает деньги за то, что ломает свою собственную страну. Что это такое? Это должно быть наказано? Ну да, можно в тюрьмишку посадить, но если он взял уже оружие, если он терроризм устраивает, должна быть вполне адекватная мера. Он, по крайней мере, должен знать, что он лишится потрохов своих, если он пошел с оружием на власть уничтожать нашу жизнь, нашу строй. Сдерживающий фактор. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин